В аэропорту Домодедово кража на 75 миллионов рублей. Там пропал, вы не поверите, двигатель Боинга 737. Он принадлежал прогоревшей авиакомпании Трансайра. Охрана утверждает, что даже не заметила, как эту железяку, она, между прочим, весит много тонн, унесли со склада. Следователи уже решили проверить на причастность к этому преступлению сотрудников авиакомпании. Это удивительно. Многотонный двигатель Боинга 737 каким-то чудом пропадает и со склада, на котором хранились детали. Сейчас задаются этим вопросом не только оперативные органы, но и представители компании Трансфин М. Это крупнейшая в России лизинговая компания, которая занимается тем, что передает в лизинг различным корпорациям железнодорожный транспорт, авто и спецтехнику, кроме того, водный транспорт и воздушный транспорт. В частности, его комплектующие, которым и является многотонный двигатель Боинга 737. И вот один вот этот пропавший двигатель был передан по договору компании Трансайра. Причем еще задолго до того момента, когда она обанкротилась и когда в октябре прошлого года Росавиация аннулировала ее лицензию на авиаперевозки. Поэтому сейчас не очень понятна ситуация, все-таки была ли это кража. И следователи рассматривают также версию различных махинаций того, каким образом мог все-таки исчезнуть этот двигатель. Но вот то, что известно на данный момент, стоимость этой многотонной пропажи как минимум 75 миллионов рублей. Как раз вот сотрудники Трансфин М ее и обнаружили. На складах, которые были закреплены за Трансайра, еще оставались детали, которые авиакомпания обрала в лизинг у различных крупнейших российских и европейских компаний. Вот когда сотрудники пришли в ангар с деталями, то не обнаружили, собственно говоря, именно свое имущество. Поэтому сейчас следователи действительно ломают голову над тем, как же мог исчезнуть двигатель Боинга 737. А сотрудники Трансфин М уже успели обратиться в прокуратуру, чтобы все-таки прояснить эту ситуацию. Но внешне здесь, в аэропорту Домодедово, признаков паники никто не проявляет. Это, в принципе, неудивительно, потому что сами склады, на которых находятся детали, находятся уже глубоко в территории аэропорта Домодедово. И как раз вот там сейчас проходит проверка. Быть может, в ближайшее время как раз удастся ответить на вопрос. Все-таки это какая-то феноменальная кража была или заранее спланированная махинация вот еще до того момента, когда у Трансайра, авиакомпании начались вот эти проблемы с их финансами. Следователи уже рассматривают и просматривают какие-либо видеозаписи. Но дело в том, что на саму территорию, которая хотя бы близка к складам, подобраться не так-то просто. А простые сотрудники, которые сидят на КПП нашей съемочной группе, во всяком случае, рассказывают о том, что они вовсе и не слышали про вот эту феноменальную пропажу. Но думаю, видеозаписи безусловно должны будут помочь в том, чтобы расставить точки в этом деле и узнать все-таки правду.